Продолжаем с вами, дальше говорит Мишна. Говорит Мара дальше так. Говорит Мара так. Говорит Мара так. Говорит Маша. 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 от ямы двигается он двигается и наносит ущерб и он у него больше возможности как по-английски называется more likely что скорее всего нанесет ущерб больше чем яма это где законы быка строже чем законы ям но есть случаи когда законы ямы они строже чем законы быка например что первое чеха борте хилат асиатолин язык как только яму выкопали она уже сделано для того чтобы наносить ущерб она вредно относная если ее не закрыли за ней не уходи и не смотрели так как надо но быть нет быть нормальным если никого не трогать нормальный бы вторая разница у адми хилатов яма как только туда упал бык и умер скажет то с первого же раза хозяин должен полностью заплатить за весь ущерб который был нанесен этой ямой но с быком нет сами говорили что пока быть не заводает три раза он считается спокойным быком в этом случае хозяин будет всего лишь 50 процентов ущерба после как раз платит 100 процентов ущерба это где яма с первого раза получишь весь ущерб поэтому яма строже чем бык дальше говорит брайта хомер бешор ми беш хомер беш ми бешо теперь мы сравниваем мы сравнили сейчас бык с ямой и яму с беком теперь мы сравниваем бык с огнем и огонь с быком ущерб что шор есть у них карта у каждого есть устражение опять хомер бешор ми беш машин кен беш у бека есть четыре устражения в сравнении с ущербом нанесенным огнем как мы сказали первые три одинаковые что если бы заводал плотит за человека в его его наследником до хая беш ущи им челевит убил раба должен заплатить но если это случилось огнем не должен не гмарди но а супер на забили быка больше этим быком пользоваться нельзя не корни собаком кормить ничего с ним делать нельзя и 2 и 4 мосрола на хире шо тэ века тан хая что если как мы сказали на предыдущем листе человек передал охрану этого бека сумасшедшему глухонемому или маленькую мальчику которых по закону нету разума нету разумения и если этот бык навредил хозяин этого быка виноват и должен будет заплатить но если он отдал огонь этим детям мы сказали огонь имеется ввиду уголек который тлеет он не горел он разгорится только его раздуть если тогда если из-за этот огонь этот уголек нанесет ущерб тогда хозяин отвечать не будет это то что строгость быка по сравнению с огнем но говорит расшир спрашивает интересный вопрос человек сжег человека что он не отвечает за него если это огонь что пошел постепенно и человек видит что идет огонь огонь в отличие от животных или от не двигающихся предметов человек может убежать поэтому в этом случае он будет не виноват а есть недавно этот человек был связан и он сгорел за то что кто-то что-то поджег тогда тот кто поджег он виновен в чем он виновен что он его убил наказание убийцы смерть и как мы говорили есть у него есть теперь здесь два наказания наказание за ущерб который нанес из-за смерти какое наказание мы даем мы даем ему одно наказание более строгое поэтому от ущерба от денежного возмещения ущерба он освобожден но у огня есть одно устражение в отношении с быком что шаэш муэдэ митхилата машин кэн пешок мы сказали опять огонь ущерб который нанес огонь который человек разжег начинается сразу с первого же раза должен заплатить полный ущерб а бык только после третьего раза до до трех раз платит 50 процентов ущерб дальше мара сравнивает хомер бе-бор бе-ми-бе-эш хомер бе-ми-бор сравнивает ущерб нанесенный ямой и огнем или огнем и ямы какие у них есть устражение хомер бе-бор бе-ми-эш машинки бе-эш есть два устражения которые от нас относятся к яме больше чем у огня шетхилар асиатолин язык как только яма она была вырына она уже считается вещью или ямой да которая наносит ущерб изначально но огонь который зажгли когда он начинает двигаться когда огонь передвигается распространять тогда он наносит ущерб но не сразу второе то есть человек который зажег огонь на своем поле чтобы сжечь там сорняки он ничего плохого не сделал если он распространился дальше огонь на поле другого человека тогда он будет отвечать и второе масроле хрешу тэве катан хаях мы сказали если он передал эту яму на ах для охраны сумасшедшему глухонюгому или маленькую мальчику на низ это они не уследили получился ущерб хозяин плоти но если отдал огонь этим детям мы сказали этот тлеющий уголек тогда он от ущерба освобожден и даже хомер бэээш ми бэмэй бэбор машин гэн бэбор есть две два две стороны где огонь его закон строже чем ущерб нанесенной я первое что огонь как он вредит наносит ущерб тем что он передвигается яма же не передвигается яма стоит на одном месте поэтому огонь у него как бы опять же он more likely у него больше шансов нанести вред чем у я и вторая разница умуэле 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 для охоль бэн товар гарауэля у бэн товар шээн рауэля кроме этого огонь пожирает все что что он должен пожирать и то что не должен что это то что он пожирает он пожирает древесину палки и доски это то что мы бросаем в огонь чтобы это давало тепло но кроме того чтобы в огонь не бросили в принципе все там сгорает это разница между ямой и огнем поэтому но если как мы сказали в яму упала животное я вам владеть кулаков глубиной она умерла он отвечает а если на этом животном еще была посуда и она разбилась хозяин ямы не отвечает но за то что сжёг огонь он отвечает посуды чтобы там него чтобы это огонь не жёг он отвечает она приводит что на самом деле есть еще разный пример когда можно это привести раньше говорит интересно он спрашивает вопрос почему же мара не не сравнивает еще один пример быка с ям какой пример что у нас называется псулей мигдашим человек посвятил животное бета мигдаш до того принесли животное в жертву это животное получило увечья теперь что происходит с этим животным его корбан приносить нельзя его покупает тот кто его выкопил это его животное он может его зарезать съесть и так далее но есть определенное ограничение он не может это животное скормить своим собакам или она если умерла не имеет права им пользоваться у этого животного есть определенный статус святости теперь быть который заводал вот это животное хозяин быка поработать за нему или нетлу платить почему потому что сейчас счастливные выкупило ты животное это уже и животные бета мигдаша если бы это было живы вам этом и большие сторали мудрецы говорят просто приказала завода заводала животный это мне дальше за него не платит но сейчас это шоу рэу это бык который был выступление он быть простого человека другой бык его забадал но есть этот бык упал и аму тогда он освобожден почему Потому что Ра говорит, что тот бык, который упал в яму, и умер, там написано, что бык будет его. Кого? Тот, кто упал в яму. Но проблема здесь, в чем мы сказали, что тушей этого быка нельзя пользоваться. Поэтому тот хозяин яму будет от ущерба освобожден, от наказания за ущерба освобожден. Давай, Рахамин. Три. Теперь, Тосу спрашивает, а почему мы не можем это выучить из человека, человек, который упал в яму и умер, что, и написано, и мертвый будет для него, что он освобожден. Почему? Потому что человек имеет право пользоваться мертвецом. Человек, не дай бог, умер, нельзя его от него какую-то выгоду получать. Но, говорит Тосфот, во-первых, почему мы это от человека не учим, а учим именно от животного, которое стало в посуде с увечем, которое было посвящено в Бетамикдаш? Он говорит, во-вторых, посуд говорит про быка, не про человека, который упал в яму и там умер. Второе, что если гой, или если раб, или гой, приобретенный евреем, кануй евреев, упали в эту яму и умерли, то их телом, телом мертвецов, от них можно получать выгоду. То есть запрещено пользу использовать целые евреи. Для чего это нужно, Рахамбаде, законные врага? И Рахамбадзеон оба шауле обсуждали такой вопрос на основании этой гоморы. Что? Тосфот говорит, что телами гой можно пользоваться. Сегодня человек, который умирает, он, например, может пожрать свою роговицу. Роговица, склэр оф из ай. Чтобы человек, который слепой, пересадку роговицы делают, и он может стать зрячим. Но проблема в чем? То есть если еврей умер, теперь этот вопрос, это кожа, как его или нет, нельзя пользоваться целым умершего еврея. Поэтому вопрос, можно эту роговицу пересаживать от еврея или нет. С одной стороны, я не использую его обычным пользователем, я никакого наслаждения не получаю, это как бы для пользы. С другой стороны, говорит, то есть евреям вопрос, но с Гоем, в принципе, можно, потому что целым Гоем можно пользоваться после смерти. Но Рахамбадзеон привносит мнение другого мудреца, который говорит, что у Гоя нехорошие злые глаза. Грешные глаза. Так как мы сейчас еврею эти глаза пересадим, завтра придет морщик, как с такими нехорошими глазами этот еврей поднимется из могилы. Но как бы там ни было, в принципе, от Гоя можно будет эту роговицу, я думаю, что роговица, она так и называется, которую переставили, можно будет ее переложить. Рафкарев, Стайплера, я думаю, он спросил такой вопрос, а что если человек выкопил яму глубиной 3-4 кулака, то есть здесь там нету, и разжег там огонь, и человек туда упал, или животное туда упало. Что будет? Виноват или нет, в принципе, может быть освобожден. Яма недостаточная глубина, кроме того, огонь, чтобы он наносил ущерб, считался, нужно передвигаться. Здесь он не передвигается. Дальше. Миштана сейчас сказала, Ихшарти бимикцат низко, хапти биташлюме низко, кекшер коль низко. Что? Человек, который доделал что-то, немного он нанес ущерб, все равно, что ущерб полностью нанесен этим человеком. Кейцат, ахофер бор тиша, убо, уба ахер, вишли мол асара, ахрон хаяв. Человек выкопал яму глубиной в 9 кулаков. Пришел второй. И выкопил всего лишь один кулак. И упал сюда бык и умер. Кто виноват, кто платит, второй. Потому что он доделал, он закончил. Интересно, как он мне видно говорит, что все, то, что объясняет нам гмара, все написано, есть намек в Торе. Мы с вами говорили, что в Торе есть пасуха, который говорит, что человек, который открыл яму. То есть открыл там слово бор, яма написано с буквы вав. Мале, бед, вав, реш. Гематрея бед, два, вав, это шесть, сколько получилось? Восемь. Гематре реш двести. Но если два нуля уберем, получается всего два. Два плюс восемь получается десять. Человек, который открыл яму глубиной в десять кулаков, и кто-то туда упал, тот, кто открыл, отвечает. Написано, аки хреб ищ, человек, который выкопал яму, там буквы вав нету. То не нужно, чтобы человек был виновным в ушибе, нанесенном ямой, чтобы он выкопал всю яму. Как мы видим в нашем случае, он выкопал всего лишь один кулак, но этот кулак был добавлен к девяти кулакам, Яма стала в десять кулаков, последний виноват. Теперь, что-то мы сказали, теперь я здесь свор. То, что касается упал туда быт и умер, все согласны, что Ахарон Хаям последний виноват, как объясняет Раши, Детет Фахим, Эн Бээн Гдэ Ляму. Лямик, потому что, лямик, девять кулаков не могут убить животное. А что если животное упало туда, и там было девять кулаков, и оно умерло? Значит, какой-то дефект был у него. Когда оно падало, у него был сердечный приступ или инсульт. Я не знаю, что у этого животного было. Оно умерло не из-за того, что оно упало в яму. Была какая-то другая причина, которая, может быть, скомбинировалась с тем, что у животного упало в яму, и оно умерло. Поэтому, когда у животного было десять кулаков, последний выкопал последний кулак, десятый, упало животное, все согласны, что там отвечает именно последний. Но, а если, а что в отношении ущерба? Что если животное не умерло, но пострадало, кто платит? Последний. Танакама говорит, ахарон хаяв лимита уль лизакин. Последний отвечает, и за ущерб, сломала она там себе ногу, и за смерть. Но, рэби говорит, нет. Ахар, ахарон лимита, ахашнем лизакин. Он говорит, нет. Последний отвечает, если корова упала в яму и умерла. Но так как, если бы она упала в яму девять кулаков, она бы сломала ногу. Она бы сломала ногу. Кто первую откроет? Да, она может пострадать, она не умрет. Может и нет. Может и нет. Но так как, рэби говорит, что так как она могла пострадать и ями до девяти кулаков, поэтому хозяин коровы этой будет уже охотиться за двумя. И тот, кто выкопал девять, и тот, кто добавил последний кулак. Дальше, гумара приводит еще несколько примеров. Говорит, почему не включены эти примеры в того, что человек немного добавил и отвечает за все. И приводит такие пару примеров, приведем, но которые на самом деле не работают. Давай, ахамим. Четыре. Четыре. Говорит, гумара так. Пять человеков следили за быком. Бык был такой, что для того, чтобы его охранять, нужно пять человек. Один ушел. И этот бык нанес ущерб. Он виноват или нет? Он виноват. Кто виноват? Он? Он negligен. Пятый? Он, пятый виноват, который ушел. Теперь. А если они четверо могли удержать без него, то тогда он ничего не сделал, он ни в чем не виноват. Другой. Человек горел огонь. До билдинга, до здания, огонь бы до здания не дошел и потух. Но кто-то пришел и добавил туда солому на один метр. Ты добавил, ты будешь отвечать. За все. За все. Но если бы огонь дошел, и без него бы дошел, тогда он освобожден, виноват тот, кто сделал. Или они вместе виноват. Поэтому эти примеры для нас не пойдут. Сегодня тоже этот закон работает для лифта. Сейчас, когда дальше мы посмотрим. Говорит Мара дальше так. Пять человек простых, нормальных человек, по другому мнению, они тоже были толстяками. Сидели на скамейке, она не сломалась. Пришел шестой. Сил и сломал. Кто виноват? Шестой. Шестой. Говорит Мара, объясняет это. А Мара говорит так. Ахрон Хая. Во-первых, она спрашивает, почему последний виноват? Если бы они там не сидели, он бы сел, она бы не сломалась. А потом, когда она это объясняет, говорит, в чем вообще вопрос. Понятно, само собой. Теперь это объясняется тому, как понимает Дариша объяснение Раши. Есть два объяснения этого. Первое. Что если бы он не сел, эта скамейка вообще бы не сломалась. Поэтому Ахрон Хая, когда он сел, он ее сломал, и он платит за весь ущерб. С другой стороны, Мара говорит. Но на самом деле, не обязательно, что он здесь сел. Он просто наклонился, он облокотился на этих людей, которые там сидели. Он не сел на скамейку, а он стоял на ногах и облокотился. Для чего нам это нужно знать? Мы бы сказали, что его сила, вот это давление, которое он оказывал своим телом, не считает, что это как бы его тело само все. Поэтому мы бы сказали, что он освобожден. Мы бы сказали, что его сила, которую он там надавил, да, она считается, что он сломал эту скамейку. Сегодня был вопрос. Лифт говорит, четыре человека больше нельзя. Зашел пятый, лифт сломался. Кто виноват? Пятый. А если с другой стороны, с другой стороны, говорит, что не обязательно, что пятый виноват. А виноват тот, кто нажал кнопку. Потому что тогда лифт начал двигаться и сломался. Кроме этого, законы шаббата это тоже есть. Например, лифт, который ездит на шаббат, шаббат лифт. Чем больше там людей стоят, тем больше он затрагивает энергии. Интересно, я даже прочитал, что когда больше проблемы ехать на лифте? Сверху вниз или снизу вверх? Снизу вверх. Кажется, снизу вверх. Почему нужно больше энергии? На самом деле, наоборот. Когда человек едет сверху вниз, лифт затрачивает больше энергии, чтобы вот это равновесие удержать. Чтобы лифт вниз не полетел с этим человеком. Поэтому там есть интересный институт, связанный с иудаизмом. Там они это написали. Целая книга есть интересная. Поэтому, кроме этого, был случай у Стаблирга. Он пригласил однажды одного адмора. Большого хасидского рабина. Он пришел со своими учениками. Эти ученики там сделают балаган. Парут стульев поломали. Парут скамейк поломали. Ученики Стаблира сказали, слушайте, пожалуйста, надо их судить. Они должны заплатить за ущерб. Он говорит, нет. Когда ты приглашаешь таких людей, ты должен принимать в расчет, что что-то может сломаться. Это очень много людей. И они обычно группами ходят. Что-то может сломаться. Поэтому я их судить не должен. С другой стороны, человек приходит. Пришел в большой ралли. Человек хотят все на него люди посмотреть. Разрешается на стуле сидеть. Но не разрешается на стуле стоять. Человек хочет быть выше всех и залезть на стул. Сломал стул. Будешь отвечать. Будешь за него платить. Ты его сломал. Ты будешь платить. Тебе на нем стоять не разрешали. Это одно объяснение. Второе объяснение говорит так. Потому что без него эта скамейка была. Если бы они сидели на этой скамейке, она бы тоже сломалась. Но только через два часа. А так как он сел, она сломалась уже через час. А Харон Хаял последний виноват. Почему? Переел. Если бы ты не сел, мы бы встали, она бы не сломалась. Так как ты сел, она сломалась. Но он не может им сказать. Слушайте, вы же видели, что я пришел? Если бы у вас не было со мной, она бы не сломалась. Вы видели? Он не может сказать. А я Харон Харон. Я пришел, вы должны были встать. Видите же, какой большой дядя. Почему вы не встали? Вы тоже виноваты? Но так говорит Раши, не работает. Что говорит по этому варианту, который имеет у нас. Раши, что? Как мы сказали, что здесь он тоже. На самом деле, когда он сел на эту скамейку, он на них облокотился. И он не дал им встать. Поэтому мы говорим, что то, что он предотвращает, не дает им встать своей силой, своим весом, это не считается, что он сам как будто сидит в Мегалуксе. Все равно его сила, которую он надавливает, считается, что он сам именно этим и повредил, и будет отвечать за все. Давай, Рахамин, дальше. Пять. 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 Пять, четыре. Четыре, я думаю. Нет, пять. Пять. Окей. Дальше говорит так. Можно приводить такой пример. Десять человек забили одного человека на смерть, не дай бог. И каждый из них, в принципе, у него было бит, которое он сам мог его убить. Виноват или не виноват, ни один из них не виноват. Почему? То есть каждый патур, они виноваты, но на земле их наказать нельзя. Почему? Как объясняет Раши, потому что мы не знаем на самом деле, кто убил. Но Раби Уда бен Петера говорит, что Танакама говорит, что неважно, они били его одновременно или друг за другом. Но Раби Уда бен Петера говорит, нет. Если они били его друг за другом, то последний будет виноват. Почему? Потому что даже если он умирал от предыдущих ударов, этот последний приблизил его смерть. Он ускорил его смерть. И сегодня вопрос такой, Рахами. Человек, ему нужно сделать операцию, не дай бог. И доктор говорит, шанс, что операция будет удачной 60-70%. 30-40% что человек может умереть, не дай бог. Можно ему операцию делать или нет? Ну да. Теперь закон такой, если он так и так умрет без этой операции, то тогда ему операцию можно делать. Но если он не умрет, он с операцией будет жить, но он будет мучиться, не дай бог. Нельзя ему делать операцию. Потому что когда мы делаем операцию, мы сейчас ускоряем, возможно, ускоряем его смерть. Как здесь, в этом случае. Дальше говорит Гвара. Хавти биташ луме ниско. Гвара объясняет то, что сказала Мишна. Что я хавти биташ луме ниско. Я должен заплатить за ущерб. Доплатить. Ну, правильно перенесить, будет получаться доплатить. Что? Он говорит, я не... То, что здесь написано в Мишне, хавти биташ луме ниско, я не... Когда я нанес ущерб, я не должен то, что я испортил, привести в первое состояние. Я должен за это заплатить. Теперь, что говорится? Если мой бык западал быка Рахамима, этот мертвый бык кому принадлежит? Мне или Рахамима? Может мне Рахамим сказать, слушай, ты забери быка, заплати мне его полностью. Или я могу ему сказать, нет, это бык твой, а я заплатил тебе разницу между живым и мертвым быком. Говорит пасук, мы сказали, что, во-первых, человек может сказать, что, что написано в Тории, вернет он, то я могу заплатить ему или деньгами, или любой вещь, которая стоит деньги. Поэтому, даже если я скажу, что мой бык западал, и этот мертвый бык принадлежит мне, я скажу, слушай, я могу тебе заплатить отрубами, отрубями, туалетную бумагу я тебе заплатить. Вот возьми этого быка, это часть того, что я должен тебе заплатить. И разница заплатил, поэтому по закону бык принадлежит хозяину. Он получает его. Для чего нам это нужно знать, что принадлежит хозяину? Это же самый сегодня закон. Машина до аварии стоила 10 тысяч долларов. После аварии она стала стоить тысячу долларов. Сколько тот, кто нанес ущерб, должен заплатить? Кто будет эту машину потом чинить? Хозяин. Он должен заплатить 9 тысяч. И здесь живой бык стоит тысячу долларов, мертвый стоит 100 долларов, я говорю, вот 100 долларов у тебя уже есть, мертвый твой бык, я тебе должен заплатить 900 долларов. Для чего мне это нужно знать? Для того, чтобы пока бензин решал, этот бык протух. И он стоил 100 долларов, а сейчас стал стоить 50 долларов. Через неделю, когда бензин решил. Кто теряет 50 долларов? Хозяин быка, которого заводали, или тот, чей бык заводал, хозяин. Ты знал, что он твой, ты должен был побеспокоиться сразу, чтобы он не потерял в своей цене. И говорит Гмара, откуда мы это знаем? Гмара приводит, что Абеалиме Таплимбен Вера три посука. Первый посука говорит так, Макенович Бейма ешалмена, человек, который убил животное, заплатит. Говорит Гмара, Аль-Текре ешалмена, эйна яшлимена. Не читай заплатит, а читай дополнить. Что дополнить? Стоил бы тысячу долларов, умер стал стоить 100, дополнить 900. Второй посука, который говорит, этот посук был, как мы сказали, когда один был убил другого человека. Следующий посук говорит, Шомер Сахар, человек, который охранял за деньги, ему платили за то, чтобы он смотрел, и когда он дал ему животное в залог, смотрите, и это животное было забито дурным животным, там написано, и таро вида.